Грузинские царства Через тысячу лет Сегодня в мире выделяют всего 17 основных типов письменности. Одним из них является грузинский, который имеет целых три алфавита. Старейший из них – Асум Таврули. Большинство ученых склоняются к версии, что он имеет дохристианское происхождение и существовал еще до нашей эры. Вероятно, создателем является царь Фарнавас I. Древнейшая подтвержденная надпись была найдена в грузинском монастыре неподалеку от Иерусалима и датируется 430-м годом. Начиная с 11 века, общепринятым алфавитом становится мхедрули, который используется по сей день. Третий тип письма является церковным и называется хуцури или мусхури. На нем написаны церковные книги. За более чем три тысячелетия грузины участвовали в около 300 войнах и военных походах. В среднем по одной войне на каждые 10 лет. Именно поэтому при встрече в Грузии говорят гамарджоба, что можно перевести как «Желаю тебе победы». А «Доброе утро» или «Добрый вечер» звучит как «Дилам Швидобиса» или «Сагамон Швидобиса», что является пожеланием мирного утра и мирного вечера. Так как о грузинском царстве было известно далеко за пределами Кавказа, то и названий имеется огромное множество. Калхида, Иберия, Лазика, Гурзан, Гурджистан, Георгия, Гаргания и в конце концов Грузия. Русское название происходит от персидского «Горг» и от арабского «Гюрдж», что означает «волк», а собственно «Гюрджистан» переводится как «страна волков». Грузинского цара 5 века Вахтанга I персы называли «Гаргасал», то есть «волчья голова». Сами себя грузины называют «Картвелеби», а Грузию – «Сакартвелла». В 65 году до н.э. в Грузию вторгается имский полководец Помпей Великий. Грузины вступают в сражение, но потеряв большую часть армии, отступают и переходят к партизанской войне, не давая закрепиться противнику. В итоге признается власть Рима, но уже во II веке царь Форсман II доблестный переходит в наступление и захватывает римские владения вдоль Черного моря. Император Адриан посылает грузинскому царю подарки и даже слона, но это не приносит успеха. Только после смерти Адриана новый император Римской империи Антонин Пий заключает мир с Форсманом и торжественно приглашает посетить Рим. Что и происходит в 144 году. По свидетельству римского консула Диона Кассия, когда Форсман Иберийский с супругой и свитой прибыл в Рим, Антонин Пий увеличил его владение, позволил принести жертву в Капитолии, поставил его конную статую в храме Беллоны и смотрел на военные упражнения самого Форсмана, его сына и других знатнейших Иберов. Для многих историков до сих пор остается непонятным, как грузины под страхом смерти не отказались от своей веры. Ведь после нашествия арабов, турок и персов на всем Ближнем Востоке и Малой Азии не осталось ни одного христианского государства, кроме Грузии. Этот народ с легкостью шел на смерть, но не отказывался от своей веры. Возможно, причина в том, что впервые грузины услышали Евангелие еще в I веке лично от апостола Андрея, ученика Иисуса Христа. Известно, что жители города Аскори приняли крещение сразу после проповеди апостола, а государственной религией христианство стало уже в начале IV века. За всю историю Кавказа только два государства устанавливали свое влияние на весь регион. Это Российская империя и Грузинское царство. Но делали они это абсолютно противоположными способами. Если первое путем завоевания, выселения и геноцида, то грузины объединились с другими кавказскими народами, изгнали турок и установили власть, которая была выгодна всем. Во время правления царя Давида IV в состав Грузинского царства вошли разные кавказские народы. Несмотря на то, что Грузия христианское государство, Давид аннулировал налоги для мусульман и евреев, всячески поддерживал исламских ученых и богословов, чем завоевал безмерное уважение у подданных всех религий. После вхождения Грузии в состав Российской империи, царскими властями проводились попытки разделения грузинского народа. Так, во время переписи населения жителей разных грузинских регионов записывали отдельно. Например, хефсуры, эмиритинцы, сваны, мегрелы или абхазы считались чуть ли не отдельными народами. Следует пояснить, что в каждом регионе Грузии имеются незначительные отличия в обычаях и традициях, но это все разновидности грузинской культуры. В разных регионах можно встретить до 18 диалектов, но все говорят на литературном грузинском языке. В современной Турции на своих этнических землях живет до миллиона грузин. Их называют лазы или чвенебуи, что переводится как «наши». Раджеп Ардаган до того, как стать президентом Турции, заявлял, что имеет грузинское происхождение. Но после избрания, каждый раз, когда ему задают этот вопрос, он технически уходит от ответа, заявляя, что национальность не имеет значения. Он ответил, что национальность не имеет значения. Ну, никак, видимо, не может турками управлять грузин. Но история показывает, что еще как может. Хуршит Ахмед Паша, великий визир Османской империи, тоже был грузином. А в Египте власть была у мамлюков, которые имели кавказское происхождение. В основном это были черкесы и грузины. Например, Ибрагим Бей, правитель Объединенного Египта, имел фамилию Шинджикашвили. А Кабир IV Великий, который освободил Египет из-под власти Османской империи, происходил из рода Мгебришвили. Премьер-министр Персии Мирза Али Асгархан, тоже грузин. Как и американский генерал и глава комитета начальников штабов США Малхас Шаликашвили. Про российских и советских грузин говорить не буду, их вы и так прекрасно знаете. Первая академия в Грузии основывается еще в III-IV веке возле города Фазис, современной Поти. В ней преподают на грузинском и греческих языках. Позже, в 1106 году, основывается Геладская академия, которая становится одним из крупнейших научно-просветительных центров Кавказа и Ближнего Востока. Там преподается геометрия, арифметика, астрономия, философия и т.д. К слову, когда в следующий раз вам кто-нибудь скажет, что Российская империя принесла цивилизацию на необразованный Кавказ, покажите им это видео и подарите учебник истории. ЮНЕСКО признала грузинскую письменность, а также хоровое пение шедеврами культурного наследия. А песня Чакрула в 1977 году была отправлена в космос на межпланетной станции Voyager 2 как культурное достижение человечества. Грузины верят, что коренные народы Кавказа являются прямыми потомками Ноя. В летописи XI века «Жизнь картлийских царей» сказано, что у правнука Ноя Таргамаса было 8 сыновей. Каждый из них пошел в свою землю и основал народ. От Лекаса произошли лесгины и лакцы, от Кавказа – ингуши и чеченцы, от Картласа – грузины, от Бардаса – эреса – племена Кавказской Албании, от Эграса – вероятно западные грузины и черкесы, а от Айка – армяне. Конечно, это всего лишь легенда, которая еще раз указывает на родственность коренных народов Кавказа. В Грузии нет лесгинки. Вернее, сам танец есть, но называется он лекуи. И считается общим, потому что его танцуют все на Кавказе. А вот именно грузинских танцев – более 20 видов. В каждом регионе существует свой, который очень отличается от других. Также грузины понятия не имеют, что такое черкеска, потому что в Грузии она всегда называлась чоха. Не стоит говорить, что Грузия – это Закавказье, потому что это термин, которым русские обозначали территорию Кавказа, если смотреть с севера. Но для грузин Россия – это Закавказье, поэтому корректно использовать термин «Северный» и «Южный Кавказ». Грузинская пословица «гость от Бога» очень многое говорит о культуре этого народа. Считается, что любой гость послан Всевышним, и грузин должен встретить его как посланника от Бога. Именно поэтому у большинства людей, побывавших в Грузии, первое слово, которое ассоциируется с этим народом – гостеприимство. Статуя – картрис Деда, то есть мать Грузия, очень четко описывает характер грузин. Чашей с вином встречают любого, кто пришел как друг, а меч приготовлен для врагов. В разное время грузин пытались покорить Ассирийская империя, Дружава Ахименидов, Империя Селевкидов, Римская империя, Парфянская империя, Сассанитская империя, Византия, Арабский халифат, Государство Хоризмшахов, Монголы, Государство Сельджуков, Империя Тимуидов, Османская империя, Персидская империя, Российская империя и Советский Союз. Все эти государства развалились и больше не существует. А Грузия была, есть и будет. Мир вашему дому. Первые грузинские царства существовали еще в 13 веке до нашей эры и назывались Дьяоха, Забаха и Эгриси, или Колхида, если по-гречески. То есть грузинская государственность существует более 3300 лет. Чтобы понимать, как это давно, вот вам пару фактов. Примерно в это время жил пророк Моисей. Происходит исход евреев из Египта. Еще существует Вавилон, а Имскую империю создадут только через тысячу лет. Сегодня в Мее выделяют... Известно, что Грузию часто называли, да и называют Иберия. Но и другое имя Испании, особенно в древности, была Иберия. А часть племен Пиренейского полуострова именовались Иберами. В Пиренеях, на склонах гор, отделяющих Испанию от Франции, живет небольшой народ – баски. Их немногим более двух миллионов, но они издавна привлекают к себе внимание необычностью своей судьбы. Принадлежность к баскам определяется по различным критериям – по месту проживания или рождения, к генетическому происхождению, языку. Численность в Испании – от полутора миллиона до двух с половиной миллионов человек. Во Франции проживает примерно 300 тысяч басков. Живут также в США, Мексике, Уругае, Чили, Коста-Рике. Распространены баскский язык, а также испанские и французские языки. Большинство верующих – католики. С другой стороны, картвеллы или грузины – народ картвельской языковой семьи, автохтонное население Кавказа. Большинство грузин традиционно исповедует христианство, которое принято 6 мая 319 года. Формирование грузинской народности началось в первых веках первого тысячелетия до нашей эры из племен, находившихся на стадии разложения первобытно-общинных отношений и возникновения племенных объединений, и завершился в основном в конце 6 века. Современные ученые утверждают, что грузины являются прямыми потомками коренных жителей Кавказского перещейка. Ученые-лингвисты, этнографы и антропологи пытаются найти ответ на вопросы, почему баски не похожи ни на один народ, среди которых живут. Когда и как баски появились на Пиренеях, каким образом, несмотря на процесс романизации, сохранили свой язык, который так похож на картвельские грузинские языки. Еще Вильгельм Гумбольд в начале 19 века высказывал предположение о приходе древних иберов Испании и басков из Малой Азии со стороны Кавказа. Тем самым возрождалась традиция, восходящая еще к истокам древности. Апиан, который во II веке нашей эры писал, что иберы Испании – Кавказа родственники, и затем не раз воскресавшая в научных трактатах Средневековья. Были и есть ученые, убежденные в том, что баски – древнейшие обитатели Пиренейского полуострова, что когда-то их горный край – Иберия – дал свое имя всей обширной земле, простеряющейся от берегов Средиземного моря и до берегов Бискайского залива. И, наконец, есть ученые, верящие возможность переселения предков современных басков из самых далеких краев. Вплоть до XVII века грузинские историки называли страну басков Сокартвелло. Сокартвелло – это самоназвание Грузии. В свое время, когда Георгий Саакадзе просил войска у Западной Европы для борьбы с турками и персами, папа римский обещал грузинам всяческую военную помощь, если они примут католицизм, как и их братья, испанцы и берые. Сохранилось писание о просвещенном монахе Иванем Тацминдели, жившем в XI веке, который взял сына своего и учеников своих и отправился с ним в Испанию, ибо пребывал в убеждении, что там, в Испании, живет народ, родственный грузинам. Отголосок древних суждений мы находим в трудах французского ученого Александра Бурдымана, писавшего в своей книге «История басков», изданной в Париже 120 лет назад, что Иберы, предки басков, пришли на Пиренейский полуостров из Иберии Кавказской, Грузии, и дали своей стране название края, откуда пришли. Писал о басках, кавказских и пиренейских Николай Мар. «Некогда они находились в непосредственном общении», утверждал академик, составляя часть единого яфетического народа. Словом, были расположены на одной территории, на Кавказе или у Пиренеев. Академик Николай Иванович Вавилов на севере Испании обнаружил сорта пшеницы, родственные грузинским, и больше никаким. Вавилов обратил внимание на небольшие палочки, с помощью которых обламывают колося. Нехитрый инструмент заинтересовал академика. Он писал, «По всех наших многочисленных путешествиях по 60 странам нам ни разу не приходилось видеть такого способа уборки, и только впоследствии с подобным приемом мы встретились в горной Западной Грузии, в местечке Ленчхуми, где недавно обнаружена замечательная эндемическая группа пшениц, в том числе особый вид, наиболее близкий генетический к настоящей полбе. Таким образом, агрономически и ботанически удалось установить поразительную связь с Северной Испанией с Грузией. При этом, самый объект и сама агротехника настолько специфичны и неповторимы, что вряд ли могут быть сомнения в глубоком значении этой связи». Михаил Коростомцев писал об упрямых, но поразительных фактах этнографического и лингвистического сходства между Басками-Пиренейского полуострова и Картвеллами-Грузинами, и называл эти факты не случайными. Арнольд Чикобава писал, «Язык справедливо считается древнейшим и правдивым свидетелем истории. Баскский язык находится в окружении индоевропейских языков, и на протяжении, по крайней мере, двух тысяч лет усвоил немалое количество индоевропейских слов. Но структура языка и прежде всего морфологический строй баскского языка расходятся со структурой индоевропейских языков в той степени, что ни одному специалисту в голову не придет сводить баскский язык к индоевропейским или семитическим. О структурной близости двух языков, баскского и картвельского, и приводя примеры лексических суждений, доктор Мануэль Деаронеги пишет, «Не может не обращать на себе внимания тот факт, что многие грузинские фамилии являются точной копией баскских, или наоборот, как, например, Эристави, Лолуа, Нодия, а также многочисленные фамилии, оканчивающиеся на Ури, Хубулури, Инаури, Очиаури и другие». В баскских фамилиях Ури обозначает принадлежность к определенному месту, а так как поселения возникали, как правило, на берегах рек, то нет ничего удивительного в том, что слог Ури входит составной частью в слова «родник течения», так же, как в грузинском «жаждать» и «плавать». Представляют большой интерес данные топономики. Названия грузинских городов и поселков Гали, Лентехи, Хашуры, Кори, Местия и многих-многих других, будто бы взяты с картой страны пасков. Невольно задаешься вопросом, не из Кавказа ли принесли свою до сих пор нерасшифрованную письменность древние иберы? Баскский язык с исконно-кавказскими группами языков связан не одинаково. Он близок к артвельской, грузинской группе, несколько дальше от абхазо-адыгских языков и еще дальше от восточно-кавказской группы. А что же касается генетики, тут все вообще иначе, и к современным грузинам баски не имеют ровным счетом никакого отношения. В генетическом асекте Y-хромосомная гоплогруппа R1B является характерной для западноевропейского населения, причем ее максимальная частота на группе несколько дальше от абхазо-адыгских языков и еще дальше от восточно-кавказской группы. В генетическом асекте Y-хромосомная гоплогруппа R1B является характерной для западноевропейского населения, причем ее максимальная частота наблюдается именно у басков, а также у жителей Уэльса и Ирландии, в то время как первоначальными гоплогруппами грузин считаются J2 и G2. Учем, что грузины являются генетическими потомками древнейших цивилизаций, хальдев, хетов и жителей Урарту. Более 30 баскских фамилий – это точные копии грузинских, то есть мегрельских фамилий, или наоборот. Такое явление в мире больше нигде не встречается. Вот список самых распространенных баскских и мегрельских фамилий. Антия, Алания, Зарандия, Берия, Бения, Сария, Убирия, Бедия, Ландия, Абария, Бедуа, Бичия, Абалия, Абэния, Абарой Джибия, Абия, Ачикия, Аркаия, Амаскуа, Беаскуа, Селая, Лабаурия, Зурия, Лолуа, Нодия, Лория, Букерия, Салабария. На этих фотографиях девушки с баскской фамилией Лория, Лаура Лория и Найя Лория. На следующих фотографиях грузинки Элены Лория и Мариам Лория, а также фратарь сборной Грузии Георгий Лория. На этой фотографии грузин Давид Инаури, на следующей фотографии баска Луна Инаури. На этой фотографии грузинка Мариам Эджибия, на следующей фотографии французский баск Антони Эджибия. На этой фотографии Баска Лиере Альдес Антия, на следующей фотографии грузин Даниэль Антия. На этой фотографии грузин Джонни Амаскуа, на следующей фотографии мексиканский Баск Даниэль Амаскуа. На этой фотографии грузин Ганнана Зарандия, а на следующей фотографии местный Баск Ангель Зарандия. Ответить окончательно на вопрос, являются ли Баски и Картвеллы грузины родственными народами, очень трудно. Но если вспомнить современных турков, которые сложились из двух основных компонентов чуркских кочевых скотоводческих племен, переселившихся в XI-XII веках из Средней Азии и местного населения, ассимилируясь с местным населением, турки переняли у них навыки хозяйства и многие черты культуры. В процессе этногенеза участвовали греки, армяне, грузины, черкесы, а также арабские, курские, южнославянские, румынские, албанские и другие элементы. Формирование турецкой народности завершилось в основном в конце XV века, а турецкая нация сложилась в первые десятилетия XX века как результат образования Турецкой Республики. Таким образом, в турках собственный среднеазиатский ген носят только 15% населения. Но при этом современные турки смогли сохранить свой первоначальный тюркский язык. Скорее всего, с басками произошло то же самое. После переселения на Пиренеях на протяжении более чем 2000 лет они ассимилировались с индоевропейскими народами. И поэтому неудивительно, что только у 50% пасков наблюдается кавказский ген, а у других – западноевропейский. Но так же, как турки смогли сохранить свой родной тюркский язык, так же и баски смогли сохранить свой родной картвельский язык. На этом всё, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Он использует письменность на основе грузинского алфавита, основывающегося на фонетическом принципе. Древнейшие письменные памятники на древнегрузинском языке датируются уже пятым веком нашей эры. К ним относится мозаичная надпись первой половины пятого века, найденная в результате археологических раскопок близ Иерусалима в Палестине, а также надпись на Балнисском Сионе, камне, в 60 километрах к югу от Белиси, конца пятого века. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо формы Мргловани или Асом Таврули. С девятого века письмо Нусхури, также известное как Нусха Хуцури, Хуцури или Церковное. А с одиннадцатого века письмо Мехедрули, или Мехедрули Хели, или Саэра, или просто Гражданское. Пром термином был лингвист Арнольд Чикабава. Согласно этой теории, грузинские баски языки находились в прямом родстве. Численность грузин в мире составляет около 4 миллионов человек, из которых в Грузии проживает около 3 миллионов 660 тысяч человек, или 84% населения страны. В Турции 162 тысячи человек, в России постоянно проживает около 160 тысяч грузин, а по неофициальной оценке от 300 до 500 тысяч. Баски язык, в отличие от большинства других языков Европы, не принадлежит ни к индиверапейским, ни к какой-либо из других известных семей языков, и является так называемым изолированным языком. Единственные известные связи у него с вымершим аквитанским языком юго-запада Франции 1-3 веков н.э. Генетические связи языка не установлены, однако баски традиционно включаются учеными в состав так называемых палеоиспанских языков. Баско-иберская гипотеза о родстве басково языка с древним бирским языком Испании была высказана в прошлом и до сих пор является объектом исследования некоторых лингвистов. Носитель басково языка составляет около 900 тысяч человек, большая часть которых, около 700 тысяч, проживает на территории провинции страна басков в Испании, из них более 500 тысяч в ее испанской части. Небольшое число носителей проживает также в других регионах Европы, в Америке и в Австралии. Почти все носители басково языка владеют дополнительно официальным языком страны проживания. В испанской части провинции страна басков, это сегодня провинции Гипускуа, Биская и Алава, баский язык является с 1979 года региональным официальным языком. В испанской провинции Наварра с 1986 года только в северной части. В провинции страна басков только баским языком владеет около 18-20% населения. 37% владеют им наряду с испанским языком, то есть они билингвы.